Чуков Владимир Семенович Первый человек в мире, достигший Северного полюса на лыжах автономно четыре раза. Мы встречали приход нового тысячелетия. Это наша вторая экспедиция на андарктизе. Какие-то такие перемещения в пространстве, там, с позиции установить какие-то рекорды. Нас эти идеи никогда не грели. Мы собрали с пяти континентов, я говорю, 90 человек. И мы там на ходу уже придумали обращение участников экспедиции к жителям планеты Земля. Все там правильно написали, правильные идеи. Вот они с Рерихом связаны. Вообще такие, знаете, философские. Ну, это ведь несложно сделать. Только надо вдуматься, да, понять, что эти слова несут за собой. Ну, одну страничку написали. Ну, время было, там, мы перевели на английский язык. Участник это был из 18 стран. И вот мы предложили перед камерой, да, вот, зачитать это обращение. Итальянец, по-моему, вот он читал и заплакал. Взрослые люди, понимаешь, вот они настолько были внутри этой идеи, да, настолько искренне, что вот мужики плакать. А так там было много еще. Там были парашютисты. На Рождество 2 января там человек 40 парашютистов прыгнуло с большого самолета, профессионалы все. Там были воздушные шары, ну, один воздушный шар мы привезли прямо на Южный полюс, там его поднимали. С Новосибирска в составе этой парашютной российской команды был батюшка, отец Виктор. Он притаранил, там, 6-метровый крест в разобранном виде, да. Вообще еще была вот схема неотработанная, вот, финансирование каких-то проектов, которые вот близки именно к пониманию культуры защиты, то ли там продвижения. В поддержку таких проектов еще не было даже вот отработано какого-то механизма. Как, чего. Мы вот эти вот все свои полюсные походы мы делали за свои деньги. Даже в 2000 году, когда нас было 90 человек, мы фрактовали самолет вот в Антарктиду. Там все наши были деньги. Мы успели распределить по всем странам, 5 континентов. Там все ехали со своим кошельком и в общую кассу. Для них это было дико, а у нас выхода не было. В 2000-е в Венаре мы вернулись, прилетели в Москву. Ну, небольшую пресс-конференцию мы в Доме ученых провели. Потом вдруг звонок. Владимир Семенович, тот генсек ООН, значит, сейчас в Москве. Вам, значит, нужно явиться на Ленинский город, там, где представительство Организации Объединенных Наций. Вас, ну, там, поздравить или чего-то. Какие-то какие-то такие слова. Конечно, мы подъедем. Ну, и мы подъехали, все. Кофе Аннон был очень... Удивление было. В глазах удивление. Замкнутая сфера – это, собственно, смысл нашего пребывания на планете Земля. Для меня эти три окружности – это единство времени, прошлое, настоящее и будущее. Так вот, мы должны гордиться, что сделали наши предки, да, самим стараться что-то сделать такое, за что бы наши внуки имели возможность гордиться нами и вкладывать все для того, чтобы это и в будущем вот так же двигалось. Что такое культура? Это не просто способность одного человека, там, музыку писать, художника, там, кистью работать. Культура – это отношение человека к жизни. Любого, даже вот возьми, дворник там работает, да, в конце концов, вот, если у него есть что-то там в душе, да, он никогда не сделает в пол штыка, он обязательно сделает так, чтобы было на выходе, чтобы была работа видна качественная. Вот это и есть культура. Если у него есть цель, если он, так сказать, вот убежден в правоте своих позиций, вот это говорит о том, что этот не просто человек, вот, так сказать, грамотный или там образованный, да, вот он культурный, потому что он понимает, для чего это нужно, для того, чтобы этот цивилизационный, вот прогресс наш, невзирая ни в какие там искусственно придуманные границы, рамки или еще там какие-то, двигался, период в нужном направлении. Вот мы свой вклад сделали, ну, в той сфере, в которой мы были сильны. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...